Елены, добра или зла? Добра больше, верь в это. Но зло активней? Нет, зло слабее. Это только у нас? Зло глупее. Ты это поймёшь. Только у нас. В зле отсутствует логика, вы это должны знать. Какие вопросы? Но на Земле преобладает зло, как вы считаете? Нет, пока нет. Но скоро будет. Вы подходите к критической границе. Когда зло и добро уравновесятся. Тогда наступит апокалипсис. Инопланетные космические корабли часто посещали Землю в прошлом или нет? Посещают. А в прошлом? Посещали. Будут посещать. Какие вопросы? Скажите, возникновение религии на Земле связано, вероятно, с такими посещениями? Связано. Какие вопросы? Мы просим повторить информацию о Бермудском треугольнике и море дьяволов. Если мы это можем. Кратко. Хорошо. Хорошо. Это проявление другого измерения. Переход из одного измерения в другой тоннель. Что происходит с людьми? Какие вопросы? Что происходит с людьми, которые оказываются в зоне Бермудского треугольника? Они уходят. В другое измерение? Да. Они там живут. Они живут там? Не совсем. В твоем понимании они умирают. Но они живут. И никогда не могут вернуть. Нет больше материи. Но души людей живут после смерти? Души бессмертные. Скажите, на Земле живут разные расы. Это связано как-то с тем, что их предки были, может быть, с разных... Связано. Что они были с разных планет, зарезены на Землю? Не совсем. С разных планет давали силу, помогали разные цивилизации. Отсюда разные религии и культура. Скажите, есть ли какое-то здравое зерно в учении Дарвин о том, что только прошло это обезьяна? Или это совсем неверно? Нет такого учения. Учение-то и такое есть, но верно или оно? Нет такого учения человек и обезьяна. Это неправильно. Откуда взялся человек на Земле? Ты знаешь. Это сложно объяснить, но это очень долго объяснять. А коротко можно сказать? Он родился... От Бога. Это очень коротко, но очень правильно. Бесконечно или нет? Бесконечно. Скорость, это предел скорости или нет? Нет. Это не предел. Формула Эйнштейна, я равняет МС квадрат, это неправильная формула? Правильная для вас, сейчас она верна для вас, но скоро вы ее забудете, у вас будут другие формулы. Какие вопросы? Какие вопросы? Нина устала. Какие вопросы? Какие вопросы? Ну, скажем вам спасибо за эту встречу? Пожалуйста. За этот диалог. И будем надеяться, что это не последний наш диалог с вами. Не последний. И будем надеяться еще на то, с чего мы начали этот разговор. На то, что вы нам все-таки попытаетесь еще раз показать корабль, а мы попытаемся его увидеть. Как мы узнаем об этом? О том, что вы готовы? Мы вам скажем. Может быть в ноябре, когда вы прилетите? Хорошо. Ждите и верьте, мы будем с вами. Какие вопросы? Вы сейчас надолго прибыли сюда, в наши края? Мы не прибыли. Мы всегда. Какие вопросы? А где вы сейчас находитесь? Ты не поймешь. Мы везде. Какие вопросы? Вы на какой... с какой вы планеты? Мы не с планеты. А кто вы тогда такие? Мы это мы. А точнее? Это точно. Точнее нельзя. Зачем? Чтобы просто знать с кем... Что ты хочешь знать? Ну хочется знать с кем мы сейчас общаемся. Космический разум подходит. Можно ли еще спросить вас, много ли цивилизаций во вселенной? Много. Существует ли... Больше восьми тысяч, по-вашему, но есть другие измерения, в которых тоже существуют цивилизации? В вашем измерении их более восьми тысяч. Существует ли градация цивилизации и каковы ее критерии? Существуют. На каком этапе находится человеческая цивилизация? На низшем. На первом. Скоро перейдет на второй. Много ли ступеней над человеческой цивилизацией? Очень. Вам еще долго идти. Ну сколько? Если вы не погибнете. От чего мы можем погибнуть? Много причин. Основная причина вы сами. Вы погибнете сами от себя. Вы погубите сами себя. Черная энергия в вас погубит вас самих. Мы стараемся вам помочь, но бесполезно. Известны ли цивилизации, которые сами себя истребили? Известны. Их очень много. А бывали ли не на земле? Бывали. На земле были цивилизации и их представители. Часто. Много. А сколько сейчас цивилизаций на земле? На земле в вашем измерении только человечество. А в других измерениях на земле может быть другие цивилизации? Существуют? Существуют. Сколько их? Много. Какие вопросы? Чем они отличаются от человеческой цивилизации? Отличаются и похожи. Есть разные. А есть ли среди людей представители других цивилизаций? Может быть мы их просто не знаем и не замечаем? Бывают. Они выглядят так же, как и люди выходят? Это не тот вопрос, на который мы можем отвечать. Скажите, а полтергейсты и всякие проявления тонких миров, это следы других цивилизаций на земле или нет? Нет. А что это? Это проникновение в материю параллельного мира. А что такое параллельный мир? Другое измерение, если ты поймешь. Можно ли спросить о Тунгусском метеорите? Что это было? Это падение метеорита или гибель межпланетного корабля? Не то и не другое. Что же? Проникновение. Какие вопросы? Проникновение чего и куда? Проникновение в материю чуждой цивилизации энергии. А где она осталась, эта цивилизация? Ее больше нет на земле. Она погибла при падении? Погибла. А где она была раньше? Какая тебе разница, где она была раньше, ее больше нет. Она шла с миссией зла или с миссией добра? С миссией зла. Стало быть, это нам на пользу что-то? На пользу. Можно ли спросить о Библии? Хорошо. О Библии. Она написана около двух тысяч лет назад. Кем она создана? Всеми. Как вы ее оцениваете? Как оцениваем хорошо? Задавайте. Можно ли спросить вас о планетах Солнечной системы? Есть ли жизнь на этих планетах? Есть. В какой форме? В какой форме? Высокоорганизованной или простейшей? Разные формы. Разум есть? Есть. На каких планетах? Не везде. На каких планетах нашей Солнечной системы? Марс. Венера? Не совсем. Нептун? Нет. Плутон? Юпитер. Юпитер есть? Да. Человек может с ними со временем выйти на контакт с этими формами жизни? Есть контакт. Вы не знаете. А кто знает? Есть люди. Они не здесь. На какой ступени развития они? Выше нас или ниже нас? Жители этих планетов. Юпитер выше. На три ступени. А Марс? А Марс? Другая форма жизни. Скажите, они не потеряли молочку или нет? Нет. Энергия. А они делают попытки общаться с нами? Нет. Почему? Пока нет. В случае с теми мы знаем все понятные, еще пока есть открытые нами. Есть. Но это не совсем планеты. Это истероиды? Вы поймете. Это планеты душ? Да. Кто на этой планете? Странный вопрос. Сколько этих планет? Их много. Но их можно сосчитать. Сколько их по счету? Девяносто восемь. Где они находятся? По вашим понятиям в Солнечной системе, вы их не видите. Бывали планеты Фаэтон? Да. Она распала? Что с ней случилось? Погибла. А много погибших планет вообще? Очень много. На планете Фаэтон была цивилизация своя? Да. Они сами погибли? А своей вине? Или что-то произошло с ними извне? Они сами виноваты. Это был ядерный взрыв? Не совсем. Это была война между Северной и Гом? Не совсем. Мы являемся их потомками или нет? Являетесь потомками. А Луна является? Но не вы. А кто? В какой-то степени планета. А Луна является ясколком или нет? Нет. А что представляет собой Луна? Это не осколок Земли? Потому что есть у нас и такое. Это и такая теория. Не совсем. А что отчасти? Какие вопросы? На Луне есть жизнь? Нет. Пока нет. Существует и сопряженная Солнечная система. То есть находящаяся под углом к нашей. Допустим, перпендикулярно. Да. Она связана с Нептуном или с Плутоном? С Плутоном. Какие-то возможные выходы в нее и контакты с ней. С нашей стороны. Есть. Уже есть. Очень мало. Есть. Плутон обитаем? Нет. Смогут ли наши добраться до Марса и посмотреть, что там за жизнь? Смогут, но не сейчас. Когда это может? Не скоро. Когда все же это может случиться? Не сейчас. Через 10, 20, 30 лет. Больше. Какого отношения лица Марса к нашим станциям исследовательским, которые туда прилетают? Им трудно понять. Что это такое? И зачем мы это делаем? Да. Скажите, насчет озоновых дыр, они опасны для людей? Да. Но люди исправятся с этим? Мы не знаем. Вы должны сами себе помочь. Мы помогаем вам. Скажите, астрология это... Наука? Собои почву явлений, или это... Выдумки. Это же наука. Это не совсем же наука. Но планеты влияют на жизнь конкретного человека. Но там не все правильно. Планеты влияют на жизнь конкретного человека, движения планет? Расположение планет влияет на человека, на его судьбу, на его жизнь? На судьбу нет. А на что влияет? На характер влияет? В какой-то степени да. Это энергетическое воздействие? Энергетическое. Скажите, возможно, перпетума или вечный двигатель? Нет. Фиромантия, это наука или выдумки? Это не наука. Можно ли линиям на руке? Не всегда. Не совсем. По некоторым религиям утверждается, что душа продолжает жизнь в других телах. Да. И это продолжается бесконечно? Идет совершенствование. А сколько жизней может прожить душа? Максимальное количество. На земле. Вообще или на земле? На земле. И на земле, и вообще. Душа бессмертна. А на земле? Сколько раз она может менять оболочки? Одиннадцать. Но есть исключения. То есть так, как мы высчитываем по дате рождения, это верно? В большинстве случаев, верно. Все запрограммировано. Хорошо. А затем, где же находятся души? Дома. После одиннадцатой жизни. Куда уходит душа? Энергия. Она уходит домой. В вашем понимании. Все без исключения? Нет. Не все. Что случается с теми, которые не уходят домой? Это и есть исключения. Они возвращаются на землю и продолжают жить. Да как в порт? Вечно? Нет. Скажите, возможно... Пока не исправятся. Потом они все равно попадают домой. То есть, извне жизнь на землю не приносится? То есть, одни и те же практически души и животные выходит, так? Нет. Откуда попадают души на землю? Из других цивилизаций. За что их ссылают на землю? Разные причины. Но это только в наказание? Да. Но не всегда. Еще есть миссия спасения? Чтобы научить. Кого из тех людей, знаменитых, которых мы знаем сейчас, прислали для того, чтобы научить? И помочь жителям земли. Вы можете назвать их? Много людей было. Есть сейчас. Ну, например, кто сейчас? Чтобы мы этому человеку верили и тоже помогали. Их много. Энергия может все. Вы поймете это скоро. Скажите, а вот Кашпировский... Джуна... Ванга... 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 Чумак... Чумак. Что они представляют собой? Миссия Левашова... Ванга от нас. Почти от нас. Кашпировский. Нет. А Чумак? Какая сила? Слабая сила добра. Это трудно понять. А Сиронда Бержарак тоже имеет какое-то отношение к цивилизациям или нет? В какой-то степени. А Нострадамус? У него был контакт, но не с нами. Что такое СПИД? Это космическая болезнь. Мы с ней можем справиться или нет? Пока нет. А в будущем? Мы не знаем, это зависит от вас. Другие цивилизации страдают СПИДом? Почти нет. А рак будет извлечен? Это зависит от вас. Это космическая болезнь. А вы нам можете помочь в этом? Вы сами должны помочь. Если человек победит силу зла в себе, он излечится от рака, от СПИДа. Сам победит себе силу зла. Да. То есть рак может излечен... Сам человек может излечиться, да? Да. Но один человек, это не сила. Ему нужно помогать? Зло должно быть уничтожено. Извне, да? Нет. Всеобщее зло должно быть уничтожено. Да. После этого пропадет рак. Да. Это трудно. Но вы должны помочь себе. На других планетах уже справились с этой болезнью? На многих планетах, во многих цивилизациях, иначе их бы не было. Да. Почти все прошли, да. Есть ли еще в семейной цивилизации, стоящие на таком же уровне развития, как наши? Есть лица. Их много? Три. Всего три? Да. Остальные выше стоят на по уровню? Выше. А такие, которые ниже, есть? Не совсем ниже, но ниже. Это трудно понять. Что представляет собой снежный человек? Странный вопрос. Это форма жизни на Земле. Это другое измерение или нет? Нет. Это цивилизация или просто подвиг? Это не цивилизация. Он разумен? Да. Он опаснее для нас или нет? Нет. Он разумнее человека или нет? Нет. Вам нужны с ним контакты? Зачем? Чтобы помочь ему? Контакты есть. Какие контакты? Чтобы помочь ему? Или его не нужна наша помощь? Не нужна. А их много, снежных людей? Есть. Что находится внутри Земли? Понятно. Вулканы проявления нет энергии? В какой-то степени, да. И землетрясение? Землетрясение, это не совсем проявление внутриземной черной энергии. Это проявление черной энергии людей. А в море землетрясение когда, с чем связано? В океане. Это не связано с человеком. Это внутриземное проявление черной энергии. В море, в океане существуют какие-то цивилизации? Параллельные. Дельфины относятся к какой-то цивилизации? Нет. Возможно перемещение во времени или нет? Возможно. Дельфины? Конечно, возможно. Энергетически. Энергетически. В любую сторону, и в будущее, и в прошлое. Перемещение возможно. Какая разница, в какую сторону времени не существует. Все едино. Разговор, который начали несколько дней назад. Сегодня здесь присутствует член-корреспондент Академии Минокресаев Севол Сергеевич Троицкий. Кроме тех присутствующих, которые были раньше. Так, пожалуйста. Мы все присутствующие вновь приветствуем на нашей пресс-конференции и хотим задать вам несколько вопросов. Можно разговаривать? Можно. На прошлой беседе мы задали такой вопрос, что такое спид и рак. Можно закончить эту тему? Спид и рак – это болезни космоса. Кого из людей эти болезни посещают и за что? Многих. Почти всех могут посетить. За что эти болезни даются им? Сложно. Хорошо. Есть болезни предупреждения, что этими людьми нарушаются законы космоса? Да. Какие это болезни? Многие. Долго перечислять. Атеросклероз является этой болезнью? Да. Псериаз? Да. Инфаркт миокарда? Нет. Нердумит? Нет. Еще какие болезни? Какие вопросы? Так, все мышцы ставят. Все, если я упаду. Многие болезни – это очень большое перечисление. Хорошо, задавайте свои вопросы. Можно еще задать вопросы? Вот третью часть жизни человека отнимает сон. Что такое сон? Сложно. Выход. Куда выход? Выход нам. И каким образом объяснить тогда фантастические картины во сне, которые вот зачастую не имеют реальной основы в жизни людей? Ты не поймешь. Это слишком сложно. Хорошо. Хотелось бы уточнить у вас, какое содержание вы вкладываете в термин «цивилизация». Цивилизация – это набор. Набор чего? Набор. Набор фактов. Набор знаний. Набор. Какие вопросы? Вы имеете в виду космическую цивилизацию? Какую хочешь? Много ли... Вашу. Ваша цивилизация – это набор. Много ли типов, ступеней цивилизаций? Очень. Сколько хочешь? Не могли бы вы пояснить нам, каковы принципиальные отличия нашей цивилизации от цивилизаций хотя бы двух-трех? Вы слабы, вы очень слабы, вы стоите на низшей ступени, ты это знаешь? Что на низшей я знаю, но хотя бы какие-нибудь принципиальные отличия нашей цивилизации... Ты не сможешь этого понять. Ну как, технически? Ваши цели технократическая. Это не то. Вы идете не по тому пути развития. А какой путь должен быть, блин? Гуманитарный на вашем языке. Добро, любовь – это ваш путь, но вы по нему не идете. Вы идете по пути развития техники и науки. Это неправильно. Какие вопросы? Не нужно развивать науку, не идти по пути науки? Не нужно развивать вашу душу. Ты не развиваешь свою душу. Ты идешь не туда. Остановись. Остановись. Такие вопросы. Вы хотите сказать, что техника нас погубит? Погубит, ты знаешь это. И наука погубит. Погубит. Не до конца, но погубит. Вы пошли не по тому пути. Ты это знаешь. Хорошо. Можно ли узнать структуру и химический состав планеты? Они в принципе одинаковые? Зачем? Это интересно знать. Они, насколько совпадают наши планеты с другими планетами? Совпадают. Почти идентичны, но не совсем. Это зависит от очень многих факторов. Что ты хочешь знать конкретно? Мне хочется знать химический состав центра, ядра Земли. Это сложно. И все-таки, какие компоненты можно было бы назвать? Водород. Какие вопросы? Мы в прошлый раз не говорили о планете Сатурн. Из чего она состоит? Сатурн состоит из метана и многих других элементов. Какие вопросы по Сатурну? Что представляют собой его кольца? Кольца Сатурна есть. Нет, что нет. Это сгустки материи. Но жизни на Сатурне нет. В твоем понимании нет. Хорошо. Какие вопросы? Есть ли около планет Солнечной системы искусственные спутники? Много. Около каких планет? Какие вопросы? Какие планеты? В нашей Солнечной системе. Венера, Юпитер. Какие вопросы? Около Марса есть искусственные спутники? Нет. Это не искусственные спутники. А около Юпитера какие по названию? Спутники являются искусственными. Твое название назови как хочешь. Предложи свое название. Наши ученые и фантасты в поисках разумной жизни выделяли туманность Сандромеды. Да. Альфу Центавра. Есть. Есть ли там жизнь? Есть. Есть. Не такая, как ваша выше. Там есть жизнь. Но вы ее не достигнете. На земле есть люди, которые заявляют, что они посланцы цивилизации Сириуса. Неправда. Это не может быть. Не может быть. Это слишком далеко от вас. Нет посланцев Сириуса на земле. Но жизнь там есть. Но жизнь. Есть. Есть. Какова... Она не ваша, вы не можете с ней общаться. Вопрос вот какой. Скажите, каковы причины гибели Юрия Гагарина? Много причин. Ну, хотя бы назови. Он ушел. Куда ушел? Он ушел. Куда? Он ушел, но частично. Он ушел. В другое измерение? Не совсем. Где он сейчас? Он сейчас умер, по-вашему. А по-вашему? Вы считаете, что он жив, но его уже нету. У него забрали то, что было у него. То, что было у него? Забрали. Он вышел, но ушел теперь. Скажите, известно ли точно... Какие вопросы? Мне хотелось бы узнать точное время его гибели, исходя из наших земных представлений. Время гибели 10 часов 45 минут из земных представлений. Это какое число? Он ушел. Какое число было? 28-е. Месяц? Июнь. И год? 1968-й. А по нашему представлению, он погиб 28 марта. Нет. Он погиб позже, чем вы считаете. У него забрали ту энергию, которая была у него. А Серегин, который с ним был вместе в одном корабле? Он погиб. Сразу? Почти. Оставалось несколько минут. Сколько минут для чего? Он жил. Он ушел. А какого числа... Какие вопросы? Какого числа погиб Серегин? Он погиб тогда же, но раньше. 28-го июня? Нет. Раньше. Гораздо раньше. 28-го марта? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, у всех ли планет, на которых есть разумная жизнь, существует атмосфера? Существует не у всех, зачем атмосфера? Ну... Она нужна не всем. Только она на Земле или и на других все же планетах? Есть и на других планетах. Но ее химический состав отличается... Разный. От нашей. Отличается. Кислород нужен не везде, он нужен только вам. Это ваша система. Хорошо. И последний вопрос. Учитесь. Спасибо. И еще такой вопрос. Хотелось бы просто узнать. Скажите, по каким критериям вы определяете для себя контактеров среди людей? Как угодно. Это наш секрет. Ты не должен знать. Ты не контактер. Какие вопросы? В этом случае космонавт Комаров как погиб? Он погиб. Он погиб. Его не среди вас. Он у нас. Его так же взяли, как Гагарина? Или он погиб... Не совсем. Или он погиб на космическом корабле? Он ушел. Он погиб на своем корабле. Какие вопросы? Скажите, Гагарин погиб. Это было в качестве наказания какого-то? И как это понимаешь? Нет, не наказание. Его было нужно забрать. Он был нужен не на земле. Он выполнил свою роль. Вопросы. Сколько лет живет Вселенная? Долго. Ты не поймешь. Она бесконечна. Бесконечна. Нет начала и конца. Время это твое понятие. Расширяется ли Вселенная? Расширяется в твоем понимании. Расширение это твое понятие. В моем понимании она как раз не расширяется. Почему? Так показывает физика. Астрофизика. Это твое мнение? Да, это мое мнение. Мое мнение вообще принято. Задавай вопросы. Сколько цивилизаций в нашей галактике? Очень много. А почему мы их не можем фиксировать? Сложно. Это не ваше. Радиосвязь невозможна? Практически невозможно. Только с тремя можно связаться. Но они слишком далеко. У них такой же уровень развития, как у вас. На каком расстоянии? Очень далеко. Сколько световых лет? Много. А сколько много? Много. Сколько много? Много. Я думаю, что мало. Миллионы световых лет? Нет. В нашей галактике не больше ста тысяч. Не ваша галактика? Меня интересовала наша галактика. Есть ли в нашей галактике высокая галактика? Нет. Они не такие, как вы. Они не будут говорить с вами. Так, принципы движения НЛО. Откуда энергия? Разные принципы движения. Разная энергия. НЛО разные. Какие вопросы? Химическая энергия или атомная? Она не химическая и не атомная. Она другая, ты не поймёшь. Другой мы не знаем, к сожалению. Ты не знаешь, но узнаешь. Это произойдёт через 12 лет. Ты скоро всё узнаешь. Эта энергия пустоты? Не совсем. Энергия. Что такое пустота? Гравитационная энергия? Почти правильно. Но ты узнаешь это через 12 лет. Ну, я уже через 12 лет не узнаю. Узнаешь, доживёшь, доживёшь, узнаешь, увидишь. Ты будешь участником. Задавай вопросы. Скажите, если Вселенная бесконечна, то как вы знаете конечность цивилизации в ней? Не совсем. Ты не поймёшь. Оно конечна. Но скоро будет бесконечно. Скажите, а вы довольны своим существованием, своей жизнью? Странный вопрос. Ближе. Ну, почему странный? То, как... Ты доволен? Ну, я не... Ты должен быть доволен. Ты живёшь и живи. Какие вопросы задавайте, хватит. Вас устраивает форма вашего бытия? Бытие это для вас, а не для нас. А что для вас? Другое. Смысл вашего существования? Смысл какой? Не поймёшь. Примерно. Это сложно. Примерно. Для тебя это нести добро. А для вас? Для нас это сложно. Не думай о нас. Думай о себе. Какие вопросы, Нина, устала? Отпускайте её. Человечество сможет победить зло в себе? Не скоро. Через сколько? Мы сами не можем ответить на этот вопрос. Вы не предсказуемы на последнем этапе. А что же будет в 1998 году? Катастрофа. А как она будет выражаться? В чём? По-разному. Но вы все погибнете, если будет так продолжаться. У нас есть время подумать? Есть. Думай. Есть время исправить. Есть. Исправляйся. А что нам надо сделать, чтобы не было этого? Быть добрее. Какие вопросы? Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Сейчас. Что сейчас? Ну, сейчас я вхожу. Куда? Куда ходишь? Куда все? В зал в этот? Куда обычно? Вот я вошла. Опиши. Никого нет. Ну, это большой зал. Очень, с очень высоким потолком. Тут маленький столик. Впереди экран. Тут какой-то. Я даже не знаю. Вот идет женщина. Вот она идет. Как она выглядит? Ну, ростом больше двух метров, это явно. Правильное лицо. Хорошее сложение. Волос практически нет. Красная радужка. Вместо волос какой-то, как белый пух. Ну, не пух. Я даже не знаю. Короткая белая шерсть на голове. Ну, это как шерсть. Как она одета? Очень... Как-то у нее какое-то все цельное. Что-то бело, серебряное. Но что-то цельное. Комбинезоном это не назовешь, потому что никаких застежек на ней нет. Но, вероятно, это к типу комбинезона что-то. Кожа какая у нее? У нее белая кожа, белее. А, вот. Вот. У нее действительно нет. Это скорее комбинезон. Вот рука, вот край, вот рука. Да, очень белая кожа. Очень белая кожа. А вы знаете, у нее на руке не пять пальцев. Как? У нее на руке четыре пальца. Ну, я никогда раньше этого, кстати, не замечала. Она одна и еще... Никогда не замечала этого раньше. Спускай. Так, Нин, аккуратненько выходи без скачка, ладно? Хорошо. Так, продолжаем. Все. Все-таки с скачкой, конечно. Ну, вот вы сейчас как бы вернулись оттуда. Вот что вспоминаете? Ну, я могу вспомнить, я могу вспомнить более-менее свои ощущения, могу вспомнить ее лицо, могу сказать, что очень хорошо было, но очень... Меня, понимаете, все равно вот какое-то чувство, что вот я на нее смотрю, когда я на нее смотрю, вот так вот, лицо в лицо, потому что чуть меня начинает, они же меня грузят постоянно, начинает разворачивать, я чуть-чуть от нее отвернусь. Мне уже тяжело ее контролировать, вот. Мне уже это тяжело, потому что она мне, мы же с ней вот так вот говорим, вот, вот, но я помню ее лицо, ее глаза, потому что она мне прям вот так. Это называется нос к носу. Ну, буквально да, ну где-то вот такое вот расстояние. Так, но ведь она очень высокая. А понимаете, вот чего странно, знаешь, когда, вы знаете, вероятно, это тоже какая-то как голограмма. Я вижу вот, я вижу ее лицо вот так вот. А сама она находится где-то... Ну... Она, конечно, она не имеет конкретной формы, мне кажется, просто они принимают такую форму, которую мне, которую я пойму. Которую мне наиболее, ну, вот так вот. Теперь давайте еще поясним вот этот, эту вашу дикцию, вот это ваше произношение, оно несколько металлическое такое, весьма такое угловатое, что ли. Ну, я рот в рот с ней говорю, оно говорит... Я стараюсь за ней повторять губами. Я повторяю за ней губами, и у меня получается такой звук. Я потом слушала вообще жутко, мне самой страшно. Спасибо вам большое, мы на этом сегодня сеанс встречи с вами завершаем. Есть три места выхода, куда я могу выйти. То есть, первое место, это тот же зал, в который выходит Нина. Второе место, это тоже зал, но немного другой формы, то есть он в виде шара, абсолютно круглый. Там нет ни пола, ни потолка, ни стен, то есть все абсолютно круглое. И вот так же вот я выхожу к этому шару, но знак выхода при этом, ну, немного другой. То есть он такой же, но, как бы можно сказать, из другого материала сделал. А вот когда ты выходишь в этот круглый шар, ты в нем стоишь или как бы паришь? Если там нет ни пола, ни стен, ни потолка. Первый зал, то я там стою. Во втором я как-то, как будто в воздухе нахожусь. То есть вообще неопределенная. Ну, а в третьем, тоже, наверное, там тоже, в принципе, не на чем стоять. Здесь тоже нахожусь в воздухе, можно так, наверное, сказать. КОНЕЦ